Житель эстонского города за небольшую плату стал оказывать некие услуги с помощью пневматического оружия. Ответит двумя словами, начинающимися на одну и ту же боку, что именно он делает. Такой вопрос достался команде третьего лицея на межрегиональном школьном фестивале науки, искусства и технологии «Фенес-2023». Правильный ответ сбивал сосульки. Игра проходила в формате «Что, где, когда». Два тура по 24 вопроса ребята прошли блестяще, став победителями фестиваля. Я считаю, что команды должны быть очень эрудированными, развитыми в разных сферах жизни. Мы готовились с нашим руководителем, учителем по истории и предстотвознанию, Честовым Юрием Александревичем. Он проводит у нас несколько раз в год ЧКК в школе. Это очень хороший опыт. Ну и помимо этого мы читаем разные книги, смотрим в интернете задания, чтобы быть готовым ко всему. Становились лучшими учащиеся третьего лицея и в городских конкурсах. Так команда образовательного учреждения победила в конкурсе аудио и видеоподкастов «Мой наставник, мой учитель» в номинации «Лучший аудиоподкаст». Главным героем работы стала педагог-организатор Ольга Васькина. Мы решили составить подкаст про нашего педагога-наставника, про Ольгу Николаевну Васькину, потому что она отвечает за большое количество организаций в нашей школе и, можно сказать, заинтересовывает как раз детей участвовать в пионерии, наверное, быть более ответственными и, в принципе, наверное, быть самостоятельными. Больше всего в подкасте мне запомнилось то, как мы готовились. Мы очень ответственно подошли к задаче и долго репетировали. Сначала получалось не очень и даже иногда смешно, потому что все равно кто-то делал ошибки, кто-то не так читал. Работа очень сильно мне понравилась самому. Мы долго думали над вопросами, которые может задавать Ольга Николаевна. Потому что их накопилось достаточное количество, но в рамках этого конкурса мы спросили только некоторые. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.